Здравствуйте! В студии Максим Козлов. Для всех, кто заботится о жизни и здоровье своих близких и остается дома, я и мои коллеги расскажем о новостях Ленинского городского округа. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Состоялось шестое внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. С целью прекращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ленинского городского округа и предусматривать проведение заседания Совета депутатов Ленинского городского округа посредством видеоконференц-связи. Волонтеры продолжают принимать заявки от людей, нуждающихся в помощи. Вы оставляли заявку на помощь. Скажите, пожалуйста, какие вам продукты нужны? Открываем рубрику «Вместе дома», в которой будем рассказывать о наших земляках, тех, кто убежден, оставаясь дома, можно найти массу интересных дел. И у нас готов прекрасный коктейль. Будьте здоровы, не болейте, оставайтесь все дома. Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом, основные нововведения, вступающие в силу со 2 апреля. Период ограничений продлится до 1 мая. Выплата для граждан из группы риска, которые дисциплинированно провели период самоизоляции, будет выплачена 14 апреля. Граждан, зараженных вирусом и совместно проживающих с ними, обяжут применять технологии электронного мониторинга их местоположения. Расширяется группа лиц, которым за счет бюджета Московской области должны обязательно сделать тест на коронавирус. Контактировавшие с больными коронавирусом с диагнозом «внебольничная пневмония», старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания, медицинские работники, имеющие риски инфицирования на рабочих местах, еженедельное тестирование, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания, например, в кадетских корпусах, домах-интернатах, учреждениях в СИН России. Состоялось шестое внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Чтобы соблюдать социальную дистанцию, оно прошло в зале районного историко-культурного центра. На нем присутствовал 21 народный избранник. Единственный вопрос повестки дня был озвучен начальником правового управления администрации Ленинского муниципального района Галиной Благодарящевой. Он касался перехода работы Совета депутатов в новый формат на время режима повышенной готовности. В целях предупрещения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ленинского городского округа и предусматривает проведение заседания Совета депутатов Ленинского городского округа посредством видеоконференц-связи и утверждает порядок проведения заседания Совета депутатов посредством видеоконференц-связи. Также на заседании глава Ленинского городского округа Алексей Спаский рассказал присутствующим о кадровых изменениях в администрации муниципалитета. Так, заместителем главы Ленинского городского округа назначена Елена Лобачева. Она будет курировать вопросы ЖКХ, содержание муниципального жилого фонда, содержание и ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, элементов благоустройства. Начальником финансового управления администрации Ленинского городского округа назначена Лариса Калмогорова. Волонтеры продолжают принимать заявки от людей, нуждающихся в помощи Доставлять все необходимое добровольцы стараются бесконтактно, чтобы не подвергать людей риску Подробнее об их работе в нашем сюжете Сейчас люди старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, находятся в группе риска Им нельзя выходить из дома, однако покупать продукты и лекарства необходимо Помочь каждому в этой ситуации стараются волонтеры, получающие заявки по WhatsApp или при обзвоне В это время второй волонтер составляет список всего, что необходимо купить Обычно в него входит базовый набор – крупы, хлеб, яйца и сметана Иногда их просят зайти и в аптеку Волонтеры уточняют у заявителя точное название лекарств и в каком объеме они нужны Мы купили все, что вам необходимо, сейчас мы к вам придем Спасибо, спасибо Общая сумма составила 337 рублей, приготовьте, пожалуйста, денежки, ладно? Хорошо, хорошо Не забудьте повесить на дверь, мы оставим продукты, вы заберете, ладно? Хорошо Все время волонтеры находятся в защитных масках и перчатках При входе в подъезд они дезинфицируют руки специальным средством С заявителем они напрямую не контактируют Продукты оставляют у двери и забирают деньги за них, заранее повешенные на ручку Мы вам принесли все ваши продукты и валидол тоже Оставляем у двери, денежки забираем Спасибо большое за помощь Пожалуйста, обращайтесь, звоните нам, если вам что-то будет нужно, мы вам поможем Таким образом, волонтерским корпусом уже было обработано около ста заявок Очень важно помогать людям, например, которые одиноки У них нет никого, кто мог им помочь, но они вынуждены в данной ситуации сидеть дома Так как они попали в группу риск и не могут выходить на улицу Мы отзываемся, отрабатываем заявки, приходим, помогаем Для тех, кто нуждается в помощи, работает горячая линия Ленинского городского округа Позвонить можно по номеру 8-495-116-2117 Вызовы принимаются с 8 утра до 8 вечера Звонок бесплатный Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области Совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому району По подозрению в сбытии наркотического средства Задержан 28-летний житель города Одинцова Установлено, что злоумышленник для выращивания конопли и производства наркотиков Арендовал дом в деревне Боброво В нем оперативники обнаружили и изъяли 23 куста наркосодержащего растения Свертки и полиэтиленовые пакеты с растительным веществом По результатам химического исследования установлено Что изъятое содержимое в пакетах является марихуаной Общим весом около 6,5 килограммов Здесь выращивают марихуану В отношении задержанного следственным управлением УМВД Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации Покушение на незаконные производства, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов Что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Библиотеки Ленинского городского округа уже давно являются не только местом, где можно взять и почитать книги Они стали настоящими культурными центрами поселений И во время режима самоизоляции они помогают скрасить жизнь своим читателям и посетителям Так в группе ВКонтакте Молоковской библиотеки начали размещать различный видеоконтент Который будет интересен и полезен людям абсолютно разных возрастов У нас появилась идея сделать мастер-классы, чтение книг Мы запустили книжный челлендж и библиоквест в инстаграме И также у нас вышла большая шоу-программа «Угадай» Авторы признаются, что черпают вдохновение в самих социальных сетях А потом добавляют в начальную идею какие-то свои находки Остальное дело техники На подготовку и съемку материала уходит около двух часов Оказывается, самое сложное – подобрать подходящую музыку Над созданием видеоконтента работает несколько человек Мастер-классы я делаю сама Другие рубрики, такие как, например, «Угадай» Мы делаем совместно с капитаном Виновской команды КВН Иосинчаровым Сказки помогают читать друзьям, чтобы это было поинтереснее для аудитории Все, кто трудятся над роликами, специально их появление не анонсируют Это принципиальная позиция, чтобы каждое видео для подписчиков было сюрпризом Полученный в результате видеоэкспериментов опыт планируется активно внедрять И после того, как режим самоизоляции будет снят Форма мне очень близка и я хочу ее внедрить в обычную жизнь библиотеки, чтобы как-то ее освежить Так, например, «Шоу Гадай» у нас будет выходить каждую среду, независимо от карантийного времени или нет Видеоролики размещаются и в аккаунтах других социальных сетей Молоковской библиотеки Подписывайтесь В продолжение темы Период самоизоляции продлился, а значит, каждому, кто остается дома, нужно подумать А как это время провести так, чтобы, как говорил классик, не было мучительно больно за бесцельно прожитые И сегодня мы открываем рубрику «Вместе дома», в которой будем рассказывать о тех наших земляках, кто не сдается И своим примером показывает, оставаясь дома, можно найти массу интересных дел Среди моих знакомых много тех, кто ведет активный образ жизни И сложно представить их сидящих в четырех стенах Но именно активная жизненная позиция не позволяет им сложить руки Заведующая Мильковской библиотекой Анна Шмелева-Михайлова проводит онлайн-занятия со своими юными читателями А если в них насыпать землю? Анна Валентиновна признается, часто из-за работы не хватает времени на домашние дела А в этом году и цветник, и огород у нее в отличном состоянии Успела и рассаду высадить Вот это лук Вот это помидорки Здесь лук и сельдерей Семья тоже занята делом Дочь Ксюша умело распределяет время Я читала уже за время самоизоляции, наверное, около 10 книг Даже не представляю, как бы люди сидели на изоляции, если бы не было интернета Именно благодаря ему мы можем общаться бесконтактно А солисты Виа Пламя даже проводят репетиции, находясь друг от друга на расстоянии порядка 200 километров Именно столько разделяет Москву и Тверь Руководитель ансамбля Юлия Ринчева и солист Александр Евдокимов работают над новой песней Давайте пройдем песню Я хотела, знаете, какую песню пройти? Синие дожди мы давно с вами планировали выучить Условия экстремальные Юлии пришлось держать на руках ребенка, но репетиция получилась продуктивной А Александр Евдокимов, который, как и многие россияне, верит в то, что 75-летие победы Наша страна отметит обязательно, уже готовит новую песню, написанную на стихи Андрея Дементьева Немецкий лес, немецкая дрова И рядом русский поднялся солдат А над солдатом небо синева Как нежный материнский взгляд Он не нашел ни сто метров до зима Он до победы полчаса не дожил Чужая мать сюда опять пришла Свою кручину возложить к подножью В это время многие открывают в себе новые способности Так тренер под дзюдо Гаджимурад Гаджимурадов готовит вкуснейшую выпечку и коктейли Рецептами он готов поделиться с нашими телезрителями Друзья, предлагаю рецепт молочного фруктового коктейля Который можно легко приготовить дома во время карантина Для этого нам понадобятся мороженые ягоды, которые у нас есть в морозилке У меня вот клубника, можно любые по вкусу, какие только у вас сохранились Банан, немного молока и сливок И у нас готов прекрасный коктейль Будьте здоровы, не болейте, оставайтесь все дома Если вы хотите рассказать о своих интересных делах Присылайте видео к нам на почту И не забудьте указать свой телефон для связи Вместе мы сможем многое Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ Это все новости на сегодня Оставайтесь дома, чтобы тем самым сберечь жизнь и здоровье родных и близких С вами был Максим Козлов, до встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...